привет дорогие друзья и еще на обзоре очень уникальная интересная вещь особенно если вам удалось когда-то давным-давно отложить такое чудо вот таким образом я это замотал и упаковал себе в коробочку и у меня лежит вот такая вот интересная инвестиция это дорогие друзья две гривны последние последние которые выходили именно в обращение 2 гривны 2013 года даже разматывать не вижу никакого смысла ценность конечно представляет больше вот эти банкноты потому что здесь ленточки перемотаны это тоже банковская подача то есть просто мне раскрыли отчитали и вот так вот дали просто без перетяжки и вот такое чудо сейчас грубо говоря корешок номиналом две гривны то есть 100 банкнот стоит 400 гривен данные банкноты подорожали в два раза от своего номинала стоимость заключается именно из-за того что это пачка и пачку хранить для коллекции прям идеально очень хорошая инвестиция в принципе грубо говоря гораздо круче чем 1 гривна себя показала но во-первых и старше данные банкноты потому что выпускались они в 2013 году в отличие от 1 гривны и реально это очень интересная история банкноты сами по себе очень красивые классные кто их помнит напишите в комментариях часто ли вы встречали такие банкноты особенно в прессе в розницу стоимость кстати на такие банкноты не дешевая на удивление то есть парочка стоит примерно в районе 5 гривен если у человека крупный опт и данные банкноты на удивление продаются в отличие от 1 гривны 2 гривны продаются гораздо чаще хотя 1 гривна тоже пользуется спросом и тоже покупают но покупают в основном корешки а вот двушки покупают как в розницу так и корешки но опять же в розницу не особо интересно потому что много людей умудрилась себе достать в принципе в неплохом состоянии в коллекцию из обихода даже можно встретить а вот ценность представляет именно вот пачки то есть вот именно 100 штук вот именно корешок да есть видите вот у меня два варианта то есть банковской ленточкой а это без банковской ленточкой ну и соответственно без банковской ленточки наверно будет дешевле стоить чем с банковской ленточкой это логично очевидно гадалки говорится можно не ходить однако все равно прикольно потому что такое не каждый день встретишь и за границей данные банкноты можно продать я думаю еще дороже а может быть кстати там и купить можно будет еще дешевле это тоже немаловажный нюанс который надо понимать у меня сейчас попробую даже посмотреть сколько может стоить за границей такое дело ну в продаже я не нашел за границей именно пачку корешок но думаю не дешевое удовольствие в любом случае а если у вас такое успели ли вы отложить потому что я себе помню менял и в николаеве и в киеве и в харькове и в харькове и во львове и в одессе где только мог потому что когда я узнал что ну где-то еще в 2000 каком же году я этого знал 2015 и в шестнадцатом году да я уже понял что данные банкноты больше не выпускать типа не будут слух такой пошел и типа появятся монеты и я начал именно запасаться и тариться такими корешочка если сравнить данные корешки с 1 гривной то по размеру они получаются практически одинаковые вот чуть-чуть длиннее банкнота 2 гривны чем 1 гривна но в целом то же самое и кстати 2 гривны тоже считается одной из самых дешевых банкнот в мире она чуть-чуть буквально круче чем 1 гривна то есть уникальность в любом случае данных банкнот интересная с точки зрения дешевизны обвала национальной валюты дело в том что в чем заключается дешевизна валюты что я имею ввиду многие может не поняли меня по предыдущему видео но я сейчас попытаюсь объяснить смотрите например если в какой-то стране есть банкнота например типа зимбабве на которой номинал 1 триллион тугриков до и она стоит дешевле доллара то можно сказать так это в этой стране дешевле не дорогие друзья тут имеется в виду другое номинал 1 то есть 1 и 1 единица понимаете номинал 1 единица то есть не 10 гривен не 200 гривен не 10 тысяч гривен а именно одна единица как одна единица банкноты и она является деньгой и по курсу она самая низкая вот что и что имеется в виду почему она считается самой дешевой валютой в мире именно на сегодняшний день и почему она и привлекательно этим вот так что вот такая необычная история но все равно приятно 200 гривен то есть вот этот корешок здесь 100 банкнот по 2 гривны это 200 гривен стоимость такого корешка приблизительно 400 гривен допустим данного корешка стоимость 250 гривен то есть плюс 150 гривен а здесь получается плюс 200 гривен то есть двушечка выигрывает на над единичкой грубо говоря на 50 гривен имея два таких корешка грубо говоря когда-то отложил 300 гривен сейчас можно за за эти два корешка получить 350 гривен сверху то есть больше чем в два раза уже получается вот такая необычная инвестиция деньги делают деньги в прямом смысле этого слова не знаю как часто продается конечно вы покупали такое или продавали жду ваши комментарии мне очень интересно потому что я допустим такое никогда не продавал еще и вот у меня возникает желание выставить в интернет и посмотреть что вообще там происходит будут ли покупать есть конечно образцы таких банкнот они стоят дорого там от полутора тысяч гривен и более это конечно прикольно да вот пачки покупают я смотрю смотрю по продажам в принципе пачки покупают до пачки вот продажи было в девятнадцатом году еще в девятнадцатом году было а вот мне интересно так в двадцатом было году продажи мне очень интересно как сейчас ближайшее время по продаже ну вот нашел продажи за двадцать первый год среднем уходил вот такой корешочек ой боже мой запечатанный скажем так где-то по 450 гривен они запечатанных продажи я не видел но в любом случае это та же пачка запечатанная просто замотана пакетом то есть можно удостовериться там все номера подряд все просмотреть и и количество пересчитать это не проблема вот но мне кажется такой вариант скорее всего наверное будет гривен 400 стоит может там 390 скорее всего 400 тут просто нет ленточек у кого у меня есть ленточки кстати от 2 гривен принципе я могу сам как-то это там замотать короче приклеить но не будет печати можно и так замутить но такое любом случае это все из это все из банка просто какая как мне это в николаеве как сейчас помню как мне продали мне раскрыли через машинку прогнали банкноты потом она мне дала две эти бумажечки просто вот так выдала я говорю а зачем это сделали она говорит нам так положено то есть вот таким было запрещено выдавать вот такая история необычная подписывайтесь на канал пишите свои комментарии всем удачи пока